Легко не будет. Такой перерыв для большого футбола катастрофа, скажет позже главный тренер Динамовцев. Два месяца, конечно, не бездельничали, тренировались, кто в лесу, кто дома. Дочь помогала в силовых приемах, держала на себе. Ну и так, в принципе, развлекала, чтобы было немножко это повеселее, не скучно. Все равно одному скучно тренироваться. Сегодняшнему дню рады. Тесты на коронавирус сданы, теперь главное набирать форму. Тренироваться со следующей недели будут дважды в день на поле почти в полном составе. Но потери есть. Завершили футбольную карьеру Нестеренко, Аксенов, Казанцев, Покроев. Несколько человек уехали в другие команды на просмотр. Погребан перешел на тренерскую работу, Корюкин будет играющим тренером. Но могут появиться и новички. Пять ребят 2002 года рождения. Воспитанники местной школы будут в ближайшее время показывать свои возможности. Кто-то в основном составе останется. Правда, тренироваться в полную силу пока невозможно. По новым правилам. Конечно, мы сегодня не будем играть в футбол. Нам это запрещено на сегодняшний момент. Это тоже наносит, конечно, отпечаток на подготовку. Потому что уже начинают тактики. Ребята молодые. Наносит отпечаток. Никто не подходит друг к другу, если обратили внимание. Когда стартует сезон, тоже пока не ясно. Точно известно лишь, что «Динамо» теперь в новом дивизионе. Урал при Волжье. И там соперники будут посерьезнее. Мы все привыкли уже к зоне «Восток». Уже всех игроков наизусть знаем. Там будут новые игроки. И будет интересно. И охота себя проявить. Я думаю, до сезона еще времени достаточно. Так что вполне реально все набрать. Те же кондиции. Главный тренер силы «Динамовцев» оценивает объективно. Возможности приглашать каких-то звезд нет. Играют исключительно доморощенные футболисты. Но и плакаться он не готов. Ведь футбол игра командная. И при самоотдаче можно и без ярких игроков добиваться побед. Главное, чтобы зрителям на матчах разрешили присутствовать. А этот вопрос тоже пока остается открытым. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.